Мир вам! Братья и сестры, мы второй раз, но первый раз в новом году поздравляем вас с событием, которое в христианском мире очень ценится. Это приход Иисуса Христа, Его рождение, когда свет посиял тьму. Мы сегодня, как всегда, имеем одно желание, то, которое Бог желает, что в каждое сердце проник свет истины. И тогда будет счастье, будет мир, будет радость. Мы помолимся. Отец наш, Небесный Господь наш, мы сегодня собраны во имя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, что Слово Твое сегодня еще читается, свободно передается. И каждый свободен слушать внимательно Слово Твое. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты сегодня имеешь для нас благословение для каждого. И самое большее – это Иисус Христа Отца. Благослови нас, проникнуться Твоим Словом, обогатиться им. Благослови, Господь, наполнится Словом Твоим. Благослови им все служение, все приучастие и особенно нашей молитвы. Ты знаешь тех, кто болен, кто в больнице, кто в реанимации, кто дома не мог по состоянию здоровья прийти. Мы сегодня объединены молитвою, мы сегодня объединены переживаниями друг за друга. И Ты силен обогатить, Ты силен благословить. Помоги, чтобы каждый из нас принял то, что Ты хочешь дать сегодня. И всех, кто дает, исполнись Святым Духом Твоим. Аминь. Братья и сестры, сегодня у нас перед пробой не будет. У нас участие в горд подготовлен. Сегодня у нас властная школа. Вчера они уже хорошо попраздновали. Они сегодня присутствуют, слушают. Пальцев самые маленькие там какое-то время будут моим разошли. Пальчика, синих, одея, которые будут. Вот двуточки. Остальные все находятся в собрании. Мы вместе будем петь. Вот Спаситель, к нам с небес. Нишу, к нашу плоди. На себя воспитаем. Он на грешную землю сожжет и трава подострит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Дорогая церковь, братья и сестры, в этот торжественный для нас праздничный, радостный день мы видим друг друга радостный и сердца наши наполнены благодарностью Богу. И в Евангелии от Луки мы с вами прочитаем эту историю нам известную. В Евангелии от Луки 2 глава, с 1 стиха мы прочитаем историю о Рождестве Иисуса Христа, о Его приходе в этот мир. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квилиния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Вошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Виклием, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, настало время родить ей. И родила сына своего первенца, исполинала его и положила его в язвы, потому что не было места в гостинице. В той стране на поле были поступи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Ибо ныне в городе Давидовом родился вам Спаситель, который есть Господь, Христос Господь. Вот так провозгласил ангел, пастухам, которые были в то время на поле. И это не было столько много людей не знало о Рождестве Иисуса Христа, сколько сегодня знают. Но как и в те времена, так и сегодня, каждое сердце нуждается в этом свете, который приходит в этот мир, в этом Слове, в Иисусе Христе, которое в каждое сердце и сегодня может войти, которое еще не вошел. Евангелист Иоанн написывает эту историю о том, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога. И это Слово, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Этот свет приходит для того, чтобы в нас с вами, братья и сестры, загорелся этот свет. Или братья и сестер, чтобы он продолжал гореть, чтобы он не тух, не дымил, не коптил, а чтобы он горел и освещал все вокруг в этом мире, чтобы люди, которые живут в этом мире во тьме сегодня, потому что мы с вами живем сегодня во тьме, и сегодня вокруг нас тьма. И это очень важно, чтобы в каждом сердце, в нашем, верующих людей, которые сегодня любят Иисуса Христа, чтобы в нас горел этот свет. Горел тот свет, который пришел когда-то очень давно. Для чего пришел? Чтобы зажечь нас, чтобы дать нам его, чтобы снова и снова это сердце наполнилось этим светом, чтобы мы обновили свои светильники, поправили. И чего ждали? Ждали второго пришествия Иисуса Христа. Ждали того, что Он снова придет. И это важно. Важно для каждого души. Важно для каждого сердца. Потому что свет во тьме светит. И так написано. Писание об этом говорит. Но Писание еще предупреждает нас, есть ли свет, который в тебе, помните, тьма, да? То какова же тьма? И это важно для нас. Чтобы свет, который в нас зажег Иисус Христос, чтобы Он сегодня, и завтра, и послезавтра светил. Чтобы вот и обретование, которое было давно, ныне родился в городе Спаситель, который есть Христос Господь, было актуально для нас каждый день, каждое мгновение в нашей жизни. Чтобы, идя, вставая, садясь, размышляли бы об этом великом дне, о слове, об этом свете. И чтобы мы несли этот свет дальше. Помните, зажегши свечу, никто не ставит ее под сосудом. Но так, чтобы светило всем людям. Чтобы все люди вокруг видели, да, это народ, который любит Господа, да, это тот народ, который живет по слову Господа. И пусть Бог благословит нас в этом. Всех сегодня. Аминь. Давайте поможем. Господь и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя за Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за это великое спасение, которое Ты даешь нам в Сыне Своем. Мы благодарны Тебе за жизнь, которую Ты даришь нам в Иисусе Христе. Благодарны Тебе за этот хлеб, сходящий с неба, за Слово Твое, которое есть сегодня в каждых домах. В каждом доме, в каждой семье есть Твое Слово. Господь, помоги нам всем жить по этому Слову. Не просто читать Его, а вникать в Него, изучать Его, размышлять о Нем. Господи, Ты видишь, в сегодняшнее время Ты видишь эту тьму, которая сгустилась вокруг нас. Ты видишь этот мир. И мы просим, чтобы Ты благословил каждое сердце, стоящее здесь пред Тобой. Коснись, обнови. Дай этот свет Твой, в котором мы нуждаемся. Мы нуждаемся в этом чудесном свете, который не может объять Тебя. Помоги нам быть светильниками, ходящими в мире. Помоги нам указывать людям, живущим рядом с нами, дорогу к Тебе. Мы просим Твоего благословения на это служение. Мы возносим хвалу в уст наших. Мы возносим благодарность сердец наших Тебе, великому Богу. И за все мы Тебя славим, благодарим, молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Иисус, предвечный Господь! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Пусть покой и мир святой. Наступило Рождество, это и не чудо. В расслаблях рожденного мы все люди будем. Есть столько много век, но Сам Бог дает нам свет. Подарил нам Рождество, и на землю посмал Он, Сына Своего. Наступило Рождество, нам подарит небо торжество. На земле две тысячи ушки Оставляет это новый свет. Мы о Рождестве поем, Пусть оно приходит в каждый дом, Сердце наполняет пусть покой и мир святой. Братья и сестры, мы прочитаем фрагмент знакомой нам рождественской истории. Истории, которая произошла две тысячи лет тому назад на полях Вифлеема. Евангелие от Луки, 2 глава, мы прочитаем 10 и 11 стихи. Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих и 11. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Когда-то Господь вот так обратился к пастухам там на полях Вифлеема с этой вестью. Сказал ангел, я возвещаю, возвещаю, или другими словами, благовествую, или проповедую вам, благовествую. Вот она весть, возвещает, благовествует великую радость для всех людей, всем людям. В чем же состояла эта радость тогда? В чем состоит эта радость? Вот в чем, что родился Спаситель, который есть Христос Господь. Родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Родился вам. Вот что очень важно, братья и сестры. И как тогда, так и сегодня, Рождество, вот то, о чем возвестил тогда ангел пастуха, Рождество, это напоминание было всему миру, как и сегодня, напоминание всему миру и каждому христианину, что это сам Господь сделал первый шаг навстречу человеку. Это сам Господь вышел навстречу человеку, чтобы привести человека в славу свою. Сам Бог взял инициативу в свои руки. И тогда на полях Вифлеема зазвучала эта радостная весть. Родился вам Спаситель. Это был тот же самый Бог, тот же любящий Отец Небесный, который когда-то обратился к человеку в саду Эдема и вышел сам навстречу согрешившему человеку, Адаму, с вестью. Адам, где ты? Господь искал человека. Для чего? Чтобы вернуть человека к себе, вернуть человека в славу. Это был тот же самый милующий Бог, который вышел навстречу Каину, убийце Каину, со словами, «Почему ты огорчился? Отчего поникло лицо твое?» Сам Господь вышел к нему навстречу. Для чего? Чтобы вернуть Каина к себе в славу. Это был тот же самый Господь, тот же самый любящий Бог, который когда-то обратился к Ною, с вестью, конец всякой плоти пришел, ибо земля наполнилась злодеяниями. И вот я истреблю всех, но сделай себе ковчег. Сделай себе ковчег. Господь вышел навстречу человеку, чтобы спасти человека, чтобы спасти человечество. Это был тот же самый долготерпеливый, милующий, любвеобильный Господь, который сделал первый шаг, который взял инициативу в свои руки, и в ответ на греховность человека, в ответ на развращенность человека, обратился к Аврааму со словами «Я избираю тебя, я произведу от тебя великий народ, и через этот народ благословлю все народы земли». Через этот народ идет благословение для всех народов земли. А чуть-чуть позже Господь сказал Аврааму «В потомке твоем, в семени твоем, в твоем потомке я благословлю все народы земли». Это был тот же самый Бог, который обратился когда-то к Моисею с вестью «Выведи из Египта народ мой». Для чего? Чтобы спасти его, чтобы ввести в землю, которую я обещал человеку, в землю, где вы будете наслаждаться общением со мной, поклонением мне, служением мне, это была весть для Моисея. Это был тот же самый милующий Бог, который чуть больше двух тысяч лет тому назад обратился к Захарии, к священнику Захарии, с вестью «Жена твоя, Елизавета, родит сына, и наречешь ему имя Иоанн, и он предыдет пред ним, то есть пред Мессией, в духе и силе Ильи». Для чего? Для того, чтобы представить Господу народ приготовленный. Это был тот же самый милующий человечество Бог, который в свое время обратился к Марии с вестью о том, что она избрана, и от нее родится сын, как осуществление пророчеств Ветхого Завета. Его нужно назвать, этого сына, Господь спасает Иисус, и Он будет царствовать вовеки. Это было весть. Для чего? Чтобы спасти человечество, чтобы привести человека в славу. Тот же самый Бог обратился к Иосифу с вестью «Не бойся принять Марию, жену твою». Почему? Она родит сына. Его нужно назвать Иисус, Господь спасает. Для чего это все? Потому что Господь вышел навстречу человеку, чтобы спасти человека. Это был тот же самый Бог, полный любви, полный милости, полный терпения к человеку-грешнику, который через ангела, потом через хор ангела возвестил вот эту весть. «Я благодетствую вам великую радость». Вот оно, вот кульминация Божьей работы, вот кульминация Божьих спасительных деяний. В чем эта весть? В чем эта радость? Родился вам, в городе Давидовом, спаситель, который есть Христос Господь. Вот почему, братья и сестры, Рождество – это напоминание всему миру, это напоминание каждому человеку, это напоминание каждому христианину, что в Иисусе Христе воплощенном Сам Бог вышел навстречу человеку. Сам милующий Бог, любящий Бог вышел навстречу человеку, чтобы спасти человека и чтобы привести человека к себе в славу. За что нам нужно быть всегда благодарными Богу и эту весть сегодня нести дальше, нести другим, чтобы еще другие услышали вот эту радость. Родился для них Спаситель, Христос Господь. Аминь. Сейчас мы все вместе споем замечательную христианскую песнь «Поклонение, прославление рожденного Иисуса Христа». Тот, кто двигает мирами и вселенную создал, Он, обвитый пеленами, В ифриенских яснях спал. Тот, кто двигает мирами и вселенную создал, Он, обвитый пеленами и вселенную создал, История, в ифриенских яснях спал. Адита лунна в престоле Ис сияющих камней Он явился здесь утром, И наш несчастный мир в скорбе Высший неб за облаками Там, где ангелы живут Все своими голосами История, в ифриенских яснях спал. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пришел, а мы не приняли Бог, и только хлеб, и кроха на соломе. Ни вида, ни величия, ни славы, один из сотни маленьких детей Пришел так тихо, просто незаметно, чтобы спасти страдающих людей. И в этой крохе Бог пришел на землю, в нем воглотилась Божия любовь. Один младенец против вся планета, не приняли, отвергли и пролили кровь. А он, пока лежит, никто еще не знает, что жизнь его — начало всех начал. И только пастухи у Евреема внимали ангела, пока весь город спал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Господу, слава Господу, Ты и будь превознесен, И выше всех имен Иисус Христос. Добрые и сестры, сегодня у нас главная тема. И это тема – приход в мир Спасителя. Когда рождается человек, маленький, спеленный, его держат на руках, Скажите, кто из людей знает, кто будет из этого человека? Никто. Один Бог, да? Один Бог. Писатель Владимир Солохин писал, Каждую секунду в мире умирает человек, И каждую секунду рождается. Но уходят близкие и друзья, А приходят незнакомые нам люди. Друзья дорогие, У нас записка лежит в анимации «Наш брат» С тяжелым кровооблиянием. Дети просят молиться. Мы получаем известие, Наше сердце болит, Мы знаем этого человека. Вот недавно сидел в рядах наших. А когда приходит человек новый, Приятно, мы поздравляем. Настолько вопросов рождает новая жизнь. Я хочу, друзья, сегодня прочитать о том, Кого мир встречал не пышно, Кому места не нашлось, Сегодня мы слышали уже. Кого встречали пастухи, Кого ангелы встречали, Но царей не встречали. Мы прочитаем о том, Который пришел, И мы знаем, почему он пришел. И мы знаем, что он имеет к нам, К каждому, Личное отношение. Я прочитаю вместе с вами, Первое место, Книга, Крока Исаии, Девятая глава, Первый, Второй стих, И шестой. Вчера мы читали их, Я еще раз прочитаю с вами вместе. В прежнее время умолила землю Заволонову, Землю Нехвалимову, Но последующие возвеличит Приморский путь За эрданскую страну Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, Увидит свет великий, На живущих в стране тени смертной Свет воссияет. И шестой стих, Ибо младенец родился нам, Сын дан нам владычество на раменах его, И нарекут имя ему, Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Друзья дорогие, Такая весть прозвучала, За много веков до рождения Иисуса Христа. А потом он прошел, Потом младенец родился, И мы читаем Иоанн, Иоанна 1 глава, С 9 по 12 стих. Иоанна с 9 стиха читаем. Был свет истинный, Который просвещает всякого человека, Приходящего в мир. В мире был, И мир через него начал быть, И мир его не познал, Пришел к своим, И своей его не приняли. А тем, которые приняли его, Верующим во имя его, Дал власть быть чадами Божиими. Вы ощущаете глубину, События, которые сегодня мы вспоминаем. Прошел в мир свет. Он все изменил. И он истинный свет. И он прошел не для того, Чтобы просто, знаете, ну, Иллюминация была. Он прошел просветить наши сердца. Просвещает всякого человека, Проходящего в мир. Ни один человек Не может уклониться от его света, Когда он проникает своим светом в сердце. И он был в мире. Это факт. И мир через него начал быть. И мир его не познал. Не узнал. Не принял. Не воспользовался Этой прекрасной возможностью мира. Прошел к своим. И свои. Своим. Не чужим. Среди своего народа родился. И свои его не приняли. А тем, которые приняли его, Верующим во имя его, Дал власть быть чадами Божиими. Интересно переведено, да? В некоторых переводах написано дал право быть. В этом переводе сказано дал власть быть. Право и власть разные вещи. Я имею право... На что я имею право? На что вы имеете право? Братья и сестры. Братья и сестры. Есть права, которые обещаны. Декларации права. Конституции обещаны. Права. Мы имеем право получить квартиру. Но мы не имеем власть ее получить. Власть имеют другие. Да? Да? Здесь сказано в том, что те, которые приняли его, Верующим во имя его, дам власть быть детьми. Детьми Божиими. И мы читаем еще Иоанна 3 глава с 14 по 21 стих. Иоанна 3 глава. Беседа с Никодимом. Иисус Христос говорит, 3 глава с 14 стиха читаем. И как Моисей вознес змею в пустыне, Так должно вознесено быть Сыну Человечества. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий, что верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. Но этот мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, Потому что дела их были злых. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, Чтобы не обличились дела Его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явно были дела Его, Потому что они в Боге заделаны. Друзья дорогие, все эти отрывки говорят о всем пути, на который пришел Иисус Христос. Он родился, и если бы он оставался младенцем, Знаете, мы были возле Грифлиема, в том месте, где храм Рождества Иисуса Христа. Он разделен на две части. Одна восточное христианство, другая западное христианство. И там, где западное христианство, там место лежит младенец. И люди приходят, ну, это зеленый младенец, ненастоящий. И люди приходят, и вот поклоняются младенцем. Но младенец вырос. Младенец исполнил то, ради чего пришел. Иисус Христос пришел потом с учениками после вечери в сады всематские. И в молитве сказал, но не как я ночью, а как ты. И вот его, как капли крови. Потом суп над ним. Потом он на кресте. За нас с вами. И теперь мы говорим Спаситель. Друзья, дорогие. И теперь мы говорим Спаситель. Для нас Он Спаситель. И когда Сам Христос говорил с Никодимом, Он напомнил ему историю, хорошо знакомую в Израиле, когда на шест был поставлен змей. И это было не сувенир. Это было не просто памятник путешествия в пустыне. Это было время, когда народ роптал. Когда народ грешил. И начали жалить змей. И люди умирали от змей. Им нужно было найти выход, найти спасение. И Бог сказал Моисею, сделай шест. А на шест поставь змея. Сделай змея. На шест поставь его, чтобы все виделись. И гружаленный увидит. Гружаленный сразу первым долгом. Посмотрит туда. С верой. И останется живым. Когда я познакомился с человеком, который в Ирак, там на Востоке, был змееловым. Он добывал яд для того, чтобы потом продать аптекам для изготовления, ну не фармацевтикам для изготовления лекарств. И он рассказывал мне об опасности его работы. И говорит, я всегда в этой ловле змей про себе носил очень острый нож. И когда змей кусал, мне нужно было немедленно вырезать это место в горах, в аптеке. Тогда мне было, в те времена, когда это было давно, может быть не было каких-то особых препаратов, которые могли бы мгновенно оградить от этого яда. Говорит, я должен был немедленно вырезать этот кусочек у жального, укушенного места, куда попал я, пока он не разошелся в крови. Пару раз за мою деятельность приходилось мне это делать. Но когда змей кусали евреев в пустыне, Бог нашел выход про образ Иисуса Христа, который потом родится. И нужно было только с верой посмотреть на того сделанного, на того нашествия медного змея. И человек остался живым. И благодарил Бога. И змей укусил, и живо оставался. Братья и сестры. Но были те, которые думали, ну, наверное, да что-то надо действовать, что тот змей. И они умирали. Умирали от укусов змей. Это был прообраз. Потому что в мир прошел грех. Прошло разделение человека с Богом. Прошел разрыв. И наступила тима. Вы помните, начинается Библия словами. Гнига Библия. Первый стих говорит. В начале сотворил Бог небо и землю. Все, что делает Бог, пребывает вовек. Кому нечего прибавить и нечего убавить. Но там написано следующий стих. Он о несовершенстве сотворенного. Бытие 1.2. Прочитаем. Земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Земля была безвидна и пуста. Братья и сестры, не написано то, что было до этого, не описано. Знаем только, что однажды на землю был свержен возгордившийся ангел. Как писал Владимир Даль в словаре своем, Сатана возгордился, с неба свалился. И туда, куда приходит дьявол, там все становится безвидным и пустым. Там, где безбожие, там, где нет Бога, там нет света. Там, куда приходит дьявол, там все превращается в пустыню. Друзья, дорогие, мы поем в пустыне грехов над земной. По кровавым следам христиан. Я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. В пустыне грехов над земной, где неправды гнетущий обман. Я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан. Когда туда, куда приходит дьявол, все становится тьмой, безвидным и пустым. Но мы читаем, друзья, дорогие, что Бог не оставил. Дух Божий был там. И там же, следом сразу, мы читаем о том, что... Третий стих. Сказал Бог. Как Бог исправил ситуацию, смотрите. Сказал Бог. Да будет свет. И стал свет. Сказал Бог. Да будет свет. Там, где тьма, там, где безвидное и пустое, туда пришел свет. И началось творение. Творение началось со света. Друзья, дорогие. Человечество погружалось после грехопадения в тьму. Бог избрал народ свой. Через Авраама начал создавать новый народ веры. Бог хотел новые территории им дать, и Бог дал. Бог дал закон. Бог обещал быть с ними. Это должен быть особенный народ. Свет всем народам. Но Он не стал особенным народом. Мы вчера говорили о том, почему про Исаии написано, 9 глава начинается в прежнее время, умолила землю Завлонову, землю Нефалимову. Почему умолила? А потому, что ту землю, которую Бог дал через Иисуса нами, те пределы названные, те четыре колена, которые должны были там поселиться, в Галилее, они не взяли. Они не воспользовались. Они не дошли. Нужно было взять берег. Они не взяли. Они не взяли. И это стало потом той стороной, через которую хилистимляне потом постоянно нападали, постоянно вредили, постоянно приносили обычаи, грех, горе приносили этой земле. История в прежнее время умолила. Там, где мы не дали место Богу, там, где достаточно нет места Христу, друзья, там идет умоление, там идут потери. И народ, который должен был показать всему миру образец схождения, образец благословения. Народ не стал образцом. И приходит Христос, и живет в Галилее, и чудес больше всего делает в Галилее. Там, где тьма, там больше нужен свет. И ученики ходят там, с ним вместе. И в эту тьму прошел свет. И он начал изменять. На браке он принес вместо разочарования, радость людям. Исцелял, воскрешал, кормил, учил, нагодную проповедь давал, то есть проповедовал истины, подавал в озеро Галилейского. Друзья дорогие, пошел Христос, и все изменил. Что такое тьма? Тьма над бездной. Что такое тьма? Тьма – это отсутствие света. Просто нет света. Если Христос свет, то там, где нет Христос, там тьма. И не нужно там, знаете, тьму создавать. Просто из тьмы нужно забрать свет. И тогда будет тьма. «Потому и написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, сделали гнусные дела, нет делающего добро». Нет. Друзья дорогие, в другом месте написано, «Нет делающего добро, нет ни одного». По плане временам 3.23 написано, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Там, где нет Бога, там тьма». Друзья дорогие, и в эту тьму приходит свет. Рождество – это не просто праздник конфет. Я всегда помнил с детства Рождество прежде всего по подготовке к нему. Мама долилку мазала, чтобы чисто было, свежее сено заносила, рассыпала, когда я был маленьким еще. По полу. Но за месяц до праздника была такая торбочка, мама цепляла на сволок. Мы жили очень бедно, я говорила, если гости придут, и гостят конфетку, вы не съедайте, туда ложите. Ну, я как старший следил, чтобы меньше не съедали, скоро туда ложили. Я свою ложил. Я следил, чтобы и меньше, у меня еще стерсток, брат, сестра были, потом еще появились. Я следил, чтобы до Нового года, до Рождества никто не съел конфетку, туда ложили. А потом, когда уже наступали праздники, мама доставала, это было или на елочке, или была к нам, в людечках, или угощала нас отдельно, но в особые праздничные дни. Сегодня проще, братья и сестра. Сегодня, после собрания, вы все получите подарки. Кто не уйдет, смотрите на роду. Кто будет в конце выходить из него. Но едим. Все. Дети, взрослые, бабушки, дедушки. Все получат подарки. Друзья, дорогие. Но не в этом суть. Если вы получите нечто... Друзья, я запомнил Рождество конфетами. Но только в 12 лет я лично встретился с тем, кто родился. И это все изменило в моем сердце. Это все изменило в моих взглядах, в моем отношении к Его Слову, к церкви, к родителям, к моим ближним. Это все у меня. Совершенно все изменило, когда я лично встретился с Иисусом Христом. Да, тьма, друзья, сегодня проникла во все народы. Сегодня тьма проникла во все сердца. Вчера на площади вечером я ходил с календарями. Диму отдавал. Там был домик, где изображена Мария и Иосиф. Овечки две. Денчик лежит. Красивый, да? Подходит одна семья. Папа, мама, детки небольшие. Фотографируются в озере Иосифа, Марии, овечек. Я думаю, наверное, это самое лучшее место, где я могу дать людям отрывной календарь с маленькой проповедью на каждый день. Я подошел к этой семье, держу в руках эти отрывные календари с этими досочками, на которые цепляются. Я говорю, я хочу вам сделать подарок. Сегодня рождественский вечер. Примите. И будете каждый день отрывать листья и читать маленькую мысль из Библии. Дети так аж подошли ко мне. Молодая женщина подмылась, но глава семьи, молодой мужчина сказал, мы этим не занимаемся. Забрал детей и взял в сторону. Они сфотографировались и ушли. У меня осталось у меня осталось болью в моем сердце. Братья и сестры, знаете, какой болью? Что эти дети от папы ничего не узнают как Иисусе Христе. Сколько детей в мире ничего не узнали от пап своих и от мам своих от свете, который пришел в мир. Потому что сами родители во тьме. Сами родители во муранке. Как они могут из тьмы дать свет? Тьма не дает света. Тьма не дает жизни. Друзья дорогие. были те, которые и говорили, что хорошо будет память об этом вечере. если это будет только память. Если в этом дне останется только память. Если в Рождестве будет только память. Друзья дорогие. Там не будет света. Там не будет жизни. потому что тьма сама по себе не исчезает. Туда нужен свет. И этот свет единственный. Сын Божий. Иисус Христос. Был свет истинный, говорит Иоанн. Был настоящий свет. Не искусственный. Настоящий. Который просвещает сердце всякого человека. Но проблема одна. Иоанна 3 глава. Мы читали стих 19. Вы обратили внимание? Иоанна 3 глава стих 19. Мы читали. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Потому что дела им были злые. Люди думают, что если они не придут к свету, то их дела останутся без суда. Но написано, что человекам положено однако умереть. А потом суда. Люди более возлюбили тьму. Потому не идут к Иисусу Христу. Второе, братья и сестры, вторая причина, почему для многих закрыт свет. Мы читаем 2 послание Коринфян 4 глава 3 по 6 стих. Почему закрыт свет? Если же и закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоествования в прославе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа, Иисуса, Господа, и мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, померевший из тьмы во сиять свету, озарил сердца наши, дабы просветить у нас по знанию славы Божьей в лице Иисуса Христа. В нашем собрании есть гости. В нашем собрании пришли некоторых родственники, знакомые, друзья. Друзья, но я могу поделить сегодня только на две категории, и Бог делит на две категории. Это сердца, в которых уже есть свет, про них, и сердца, в которых еще мрак. И есть две причины, почему там мрак. Они любят тьму, дела их греховные. Они хотят жить в тьме. Сердца спасенных отличаются тем, что туда однажды проник свет. Когда проникает свет в сердце человека, оно меняется. Оно не может не измениться. Когда свет закрывает, там тьма. Знаете, у нас возле дома дети в траву выращивают, косят, и однажды на какой-то период времени кто-то, может, ветер принес какую-то такую штучку, она упала на траву, лежала, не замечали. Прошло какое-то время, не очень большое, я поднял ее, а трава побелела. Она потеряла жизнь. Она потеряла свет. Всего-навсего туда не попадал свет. Да если закрывать свет, если не идти к свету, жизнь умирает. Жизнь теряет красоту, жизнь теряет смысл, она идет. Друзья дорогие, а жизнь идет вперед. И однажды мы предстанем перед Богом. И сегодня Иисус Христос желает, сегодня Он говорит, все стою у двери и стучу, там где свет еще не проник. Раз Он снаружи стучит, значит там еще света нет, или уже нету некоторых, или еще нет. И Он хочет туда войти, иметь общение. Он хочет уйти, дать свет. Друзья дорогие, там где свет, там жизнь. Поэтому нам нужно сегодня очень серьезно обратиться в молитвы. в Салом 118 стих 18, там есть такая строчка хорошей молитвы. Открой очи Моги, и увижу чудеса закона Твоего. Может быть сегодня есть люди, у которых дьявол еще раз слепил умы. Когда плотские глаза не видят. У нас есть друзья сидят, у которых не видят плотские глаза. Они не видят зеленых шарфиков, на хористках наших. Они не видят текста. Но однажды свет проник в их сердце. Через горота слуха они приняли Иисуса Христа. И поэтому они сегодня с нами. Поэтому они дети Божьи. Поэтому они могут радоваться сегодня жизни, в которую проник свет. Друзья дорогие, но есть люди, которые имеют открытые очи, имеют открытые уши. Но сердечные очи дьявол ослепил. Послепил дьявол. Поэтому мы молимся о вас, друзья дорогие. Чтобы открылись очи ваши. Поэтому сегодня вы можете сами лично вас звать. Вы можете лично сегодня вас звать в Господу и сказать, открой очи Мои. Не тяните с этим. Вы можете открыть очи в потустороннем мире, и будет поздно. Там все увидят. Многие грешники, которые жили без Бога, умирали без Бога, они кричали, куда вы меня тянете? Куда? Куда? Кричали скрытым, уходили в вечность. Открывались глаза, но было поздно. Друзья, сегодня Господь предлагает открыть глаза. Откройте. Откройте глаза. Вы сами не откроете. Вас зовите. Бог говорит, вас зовите. Я отвечу. Друзья, сегодня те, кто не видит Бога, те, кто еще не знает радости Рождества, радости спасения на кресте, сегодня вы можете получить прощение. Вы можете получить мир. Вы можете сегодня получить самый большой подарок. Спасение. Друзья, дорогие, взгляд на змея означает спасение. Христос говорит, Ибо так возлюбил Бог мир, кто отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Друзья, дорогие, сегодня самый большой подарок вам предлагается. Жизнь вечная. Жизнь вечная. Слышите? Жизнь вечная. Но вы должны обратиться к Богу. Вы должны покаяться в прежней жизни во тьме, жизни неверия, жизни без Бога, жизни во мраке, без спасителя, без спасения. Вы должны сказать, Господи, прости меня. Прости. Я хочу войти в свет. Я хочу сегодня радоваться этому свету. Я сегодня хочу радоваться этой новой жизни. Если вы уйдете из дома молитвы без спасителя, вы уйдете в свою тьму, вы уйдете в свой мрак, вы уйдете в свое неверие, в свою серую, мрачную, безнадежную жизнь, в которой нет Христа, в которой нет в конце тоннеля света. Христос предлагает не только в конце тоннеля свет. Христос предлагает свет сегодня. Те, кто каятся, кто принимает спасителя, они сразу обретают зрение. Когда Христос прокасался к слепым, они сразу прозревали, и шли радуясь, и спешили домой рассказать, что с ними сделал Господь. Поэтому сегодня Дух Святой обращается ко всем слепцам духовным, ко всем, кто еще не имеет радости и Христа. К вам обращается сегодня Святой Дух. Это не я. Я такой же слабый человек, как и вы. Я такой же самый, которого спас Христос, которому Христос дал жизнь. Но к вам обращается сегодня сам Христос Духом Святым и предлагает жизнь. Примите. Друзья дорогие, тот подарок, который Церковь вам сегодня даст, вам будет приятно, но он не даст вам вечной жизни. Он покажет, что мы вас любим. Он покажет, что вас любит Бог. Он покажет, что здесь вас ждут, любят и готовы поделиться радостью. Но только принявший Иисуса Христа в свое сердце, вы можете, друзья, сегодня обрести мир. Мы будем сейчас молиться. Мы встанем до молитвы. Если сегодня есть те, которые хотели бы получить подарок свет, жизнь. Если есть те, которые хотят сегодня получить новую жизнь, в вечную жизнь, надежду и в Иисусе Христе обрести смысл жизни, вы должны обратиться к Богу лично. Я не могу вместо вас получить. Я могу получить себе. Я не могу молиться вместо вас. Я могу только молиться о вас. О вас молятся друзья, родственники, друзья дорогие. не откладывайте, потому что завтрашний день не в ваших руках. Завтрашний день не в Моих руках. Следующий час не в наших руках. Поэтому, Бог говорит, ныне, когда вы слышите глаз Его, не жесточите сердце ваше. Кто желает сегодня обратиться к Господу? Вы можете молиться на вашем месте. Но лучше всего выйти. Когда человек выходит, обретаются слова в это время. Обретаются смысл того важного решения, которое Господь ожидает над вас. Если желающие сегодня покаяться, примириться с Богом, вы можете пройти вперед. И с темой тяжело выбираться к свету. И с темой страшно выбираться к свету. Дьявол держит. Грех держит. Обычаи держат. Молва народная держит. Страх держит. Но вы идите к Иисусу Господу. Если желающие покаяться сегодня, молитесь. Мы вам даем место. Даем возможность. Молитесь. Обратитесь к Господу. Отец Небесный Господь Небесный В этот час праздничного дня. Когда мы слушали прекрасные песни, прекрасные святые творения. Когда мы пили вместе. Когда мы слышали правильные слова. Только Ты, Господи, Духом Святым Твоим сможешь сегодня проникнуть в сердца. Только Ты, Господи, скоро Твои пришествия. Мы знаем, что скоро Ты Церковь возьмешь. Возьмешь тех, которые стали детьми Твоими. Нам так больно, Господь, что могут остаться дорогие наши соседи, знакомые, сотрудники. Остаться на вечный скорбь, на вечное страдание. остаться для посуждения. Сегодня Ты предлагаешь спасение, мир. Помоги принять. Мы продаем в руки Твои сегодня каждое сердце, каждую душу, всех, кто пришел сегодня в дом молитвы, чтобы никто не ушел без правильного решения принять Иисуса Христа. Благодарим Тебя за эту возможность. Благодарим Тебя за дочь сегодня, Твои грешников прадания проходят Тебе, наш Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, мы во время пения сегодня воскресный день поучаствуем в добровольном материальном служении на Дело Божье. Церковь по воскресеньям это делает и мы с вами получаем. Благодарим поиски 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 care Благодарим убив Folk Не доступ поиски поиски Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»